Ребят, привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео я, наконец-таки, вам расскажу про лут Игромира 2019. Ребят, опять вас прошу поставить лайк перед началом данного видеоролика, и давайте всё-таки начнём. В этом году мы всё-таки сумели посетить Игромир, и что там показали, как это всё происходило, вы можете посмотреть в недавнем видеоролике. Оно где-то вот здесь вот выпрыгнет, если хотите, посмотрите. И знаете, ни для кого не секрет, что, по сути, Игромир является некой лут-зоной для геймеров, в которой можно найти всякие ништяки, по типу консолек, там, JBL-колонок и тому подобное. Кстати, на некоторых стендах раздают иногда реально ценные призы, по типу крутого монитора, какого-нибудь игрового кресла, компуктера и тому подобное. Признаться, в этом деле, а именно в сборе лута, я полное дно, поскольку я никогда не гонюсь за халявой, и понимаю, что та или иная вещь мне, ну, особо-то не нужна. В прошлые года, а конкретно в прошлый год, я, по сути, ничего там вообще не получил, кроме нескольких брошюрок и одного брелочка за Division. Но в этот раз у меня есть, что вам показать. По сути, практически весь Игромир мы тусовались на стенде Xbox, поскольку он для нас был весьма интересен. И это, кстати, был один из немногих стендов, который раздавал памятные подарки своим участникам. Вообще, в этом году Игромир был, ну, знаете, не такой насыщенный, как в те. И раньше можно было получить всякие наклейки, брелки намного больше, нежели это можно было получить в этом году. Не знаю почему, но в этом году в разных стендах можно было получить какие-то ништяки не просто так, а за выполнение конкретных заданий, по типу где-то зарегистрироваться, там что-то спросить, что-то найти и так далее. Короче, в этом году было, ну, не так легко, как в прошлых. Так вот, на стенде Xbox был некий интерактив, с помощью которого ты мог получить в конце термокружку. Так как мы тусовались у стенда Xbox, мы подумали, а почему бы и нет. В этом интерактиве было всего лишь 4 задания. Это выложить фотку в Instagram, посмотреть геймплей Witch Dogs Legion, поиграть в Ghost Recon Blackpoint и пройти одну миссию в Gears 5. Почему в 5? Ну, короче, в Gears 5. Первым делом мы посмотрели геймплей Witch Dogs Legion и нам дали памятные подарки. Дали вот такую вот брошюрку, которая вроде как давала скидку на те или иные товары в Ubisoft магазине. Ну, всякие фигурки, футболочки и так далее. Еще дали вот такую вот крутую маску. Круто, да? Лайк ставь. Но самое прикольное то, что нам дали, это был флаг. Вот, вот такой вот флаг. Он достаточно прикольно, качественно сделан. Еще здесь есть вот такие вот штуки для того, чтобы его можно было куда-то повесить. Если будет возможность, повешу к бабушке на баню. Я что-то представил, просто в деревне Witch Dogs Legion будет фигарить. Ну, ладно. Короче, ну вот этот флаг на самом деле прикольный и запоминающийся, и его можно будет реально куда-то повесить. После этого мы отправились пробовать Ghost Recon Black Point, за который нам тоже дали памятные подарки. За Ghost Recon нам дали вот такие вот две нашивочки. Они очень липкие и клеятся на ту или иную одежду. Я покажу, как их наклеить. И, возможно, одну из нашивок наклею на свою футболку. И еще нам дали вот такие вот две татухи, которые можно приклеить на руку, там, на ногу или вообще на лоб. Вот такие вот они. По сути, это такие же татуировки, как раньше были в Хуби-Буби, только вот в стиле Ghost Recon. Чуть дальше я попробую наклеить эти наклейки себе на руку и посмотрим, что с этого выйдет. И практически последним заданием было пробежать уровень Gears 5, за который тоже дали памятные подарки. Кстати, их было почему-то на этом уровне больше всего. Нам дали вот такую вот повязку на шее в стиле Xbox Game Pass. Там можно, наверное, ключи какие-нибудь повесить или что-нибудь. Еще нам дали вот такую вот татуху в стиле логотипа Gears War и вот такой вот значок, тоже с логотипом Gears War. Кстати, эту татуху мы тоже сейчас наклеим. Пойдемте. Так, мы пришли в специальную комнату для нанесения данного тату. Нам понадобится всего лишь вода и место, где нет волос. К сожалению, я породистый, как вы видите, да, у меня везде волосы, я пока не понимаю, куда можно мне нанести данные татухи. Думаю, что лепить эти татухи будет перебор, поэтому я просто сделаю выбор и налеплю одну. Мне кажется, вот это вот будет меньше занимать место, поэтому я налеплю именно ее. Тут ни хрена не понятно, поскольку здесь нет русского языка, но я думаю, что это как от Хуба-Буба, то есть мы оторваем вот эту вот пленочку, клеим куда-то, где нет волос. То есть как бы я даже не знаю, куда ее наклеить, но давайте попробуем вот сюда наклеить. Посмотрим, как это будет. Мало ли он нам удастся. Мы отклеили защитный слой и давайте сейчас на руку ее наклеим. Приложим и начнем прилеплять. По-моему, я выбрал маленькую комнату для приклеения мне данной наклейки. Мне кажется, я неправильно сделал, поскольку у меня рука не такая широкая, и это не лучшее место для наклеивания данной наклейки. Ну, вы можете сейчас заметить, что я вышла. Как бы она прилепилась, да, но что-то... Что-то как-то не так. И мне кажется, со стороны сейчас кажется, будто это какая-то черная клякса. По факту, да, это она и есть. Но хочу сказать, что татуха, ну, нормально прилепилась. Даже то, что волосы под ней, как бы, все равно. Смотрится это, конечно, убого. Как будто я просто вымазался в угле. Но теперь давайте налепим нормальный лаптип герс. Я хочу его налепить, наверное, вот сюда. Ну, в принципе, да. Только я и не знаю, как лепить вот так или так. Ну, давайте вот так вот прилепим, короче, вот сюда. Я реально как будто в угле измазался. Это вообще жесть. Намочили и придавили. Оооо! Вот эта татуха мне понравилась. Ну, все, короче, я ультрамодный. У меня татуха здесь, татуха здесь. Ну, вот эта, кстати, она намного прикольнее как-то прилипла. Я не знаю, видно вам или нет. Вот эта татуха, кстати, мне понравилась намного меньше, чем вот эта. Потому что вот эта нанеслась прикольно. И она такая яркая, заметная, классненькая. А вот эта она большая по своему объему. И хрен знает, куда ее нанести. Вот, ну, наверное, сюда было ее. Потому что вот здесь волосы. И из-за этого как бы она не плотно прилегла. И под татухой есть волосы. Поэтому я думаю, что она быстро сотрется. Если вдруг вы хотите узнать, через сколько татуха стерлась, то просто я напишу об этом в комментариях под видосом. Это вот я вам решил показать, как эта татуха выглядит чуть ближе. Так, ну а теперь мы будем лепить вот этот шеврон на мою футболку. Воу, кстати, достаточно прикольно налепилось. Так, ну, прикольненько что. Теперь я буду с шевроном Гострекон. Я вот единственное не знаю, после какого дня она исчезнет. После какого дня стирки. И не оставит ли она какой-нибудь фигни на моей футболке. Это вот, кстати, самое важное. Я не подумал. Ну, теперь я очень крутой. Теперь у меня есть шеврон. Теперь у меня есть татуха здесь, татуха вот здесь. Ну, короче, практически все, что на Игромире мы налутали, я вам показал. Ну, и на последнем этапе, когда мы практически сделали все задания, нас ждала термокружка и наклейки. Вот такие вот наклейки нам дали. Они тоже в стиле Гирс 5. Они простые наклейки. Это уже не татухи. Можно налепить куда-нибудь там на пенал, куда-нибудь на телик, на какую-нибудь тумбочку, там на дневник или на тетрадь. Почему нет? А еще нам дали вот такую вот термокружку. Когда нам говорили о термокружке, я представлял себе, что она должна менять цвет. Ну, то есть заливаешь туда кипятовки, и из черного цвета становится белой. Но нет, это весьма обычная кружка, которая, кстати, очень странно, имеет, ну, не такую уж и простую форму внутри. Она вот будто вот немножко изогнута. И, возможно, из-за этого она держит в себе тепло чуть больше, чем обычной кружки. И поэтому, может быть, она называлась термо. А еще на стенде Xbox мы выиграли Xbox One L Digital Edition, то есть Xbox без дисковода. Ну, а как мы его выиграли, можете посмотреть в предыдущем ролике о Игромире. На самом деле, все подарки, которые я вам показал, они достаточно прикольные. Может, они какие-то и не сверх крутые, но, так или иначе, я некоторые использую в жизни. Да, я, конечно, не одеваю маску Watch Dogs Legion. Лайк ставь. Со свиньей, но ту же кружку Gears Pop я использую для чаепития. Короче, как-то так. На этом у меня все. Если понравилось вам видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. Мало ли вы тоже что-то выиграли на Игромир, поскольку я знаю людей, которые выиграли колонку, унесли консольку и еще что-то сделали. Ну, короче, есть реально везучие чуваки, которые там с Игромира выносят чуть ли не весь Игромир. Короче, если вы такие везунчики, то напишите об этом в комментариях и расскажите свою историю. А на этом у меня точно все. Большое спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок